сегодня хочу вам рассказать про шпуню это котенок ну вот для сравнения вот я сейчас отдалюсь чтобы показать как она выглядит на фоне общих кошек на фоне их размера вот котеночек был забран значит с квартиры есть такие неблагополучные квартиры где бабушки но в основном это пожилые люди хотя есть и молодые люди которые собирают животных так продолжим наше видео чтобы не убежала будет играть вот она в общем забрана у такой бабушки а это у нас терра вы посмотрите чего натворит вот она такая у нас терра она прям хочет поймать эту штуку и она прыгает так высоко хотела прошпуню снять а нужно протеру снимать вот она что творит все в сипере обдергала в общем продолжаем прошпуню кошечка была забрана у бабушки у нее есть вакцинация в том числе вакцинация от лейкоза у нее слегка слезится глазик мы не знаем пока что это но надеемся это ничего страшного поскольку он не гноится то есть просто слезет течет слезка заточение вот возможно поход к офтальмологу потребуется но мы постараемся сводить ближайшее время к офтальмологу проверить глаз но ничего криминального я думаю нет затем глазом то есть возможно того что у нее там была витаминоз и что-то вот пошло не так опять терра пришла вот кстати терра тоже котеночек в общем вот шпуни и терра вот они две такие сидят красотки девочки пока не стерилизованы но я думаю мы это исправим терра хочет на меня сигануть вот и с пони проделана уже в то сессия девочка очень спокойно игривая ласковая даже вот она играет так скромненько как бы не прыгает совершенно спокойно вот они все хотят играть вот такая девочка ой так кто-то на меня сиганул уже это у нас василек василек это у нас спуня значит возраст у котенка ну примерно 4-5 месяцев но нам кажется что она наверное она не сильно крупная будет и мне кажется что даже может быть и 5 месяцев но просто в меру того что котенок ел одну лапшу с детства потому что бабушка их кормила только лапшой просто она перестала развиваться и вот сейчас она кушает хороший корм формина у нас все кошки едят этот корм она хотя бы более-менее поправилась стала расти у нее набралась мощно массы жирок потому что до этого она была прям совсем скелет все животные были забраны от бабушки в плачевном состоянии конечно но все кто забрано уже все пролечены кто нужно простерилизован вакцинированы поэтому присмотритесь вот такой василек котик мой василёй василётик мой василёк ну терра прям ты вообще акробатка короче вот видео у нас получится сегодня про терру ой тори точнее она ну терра или тори в общем мы поймем если вы позвоните мы поймем вот эта серая прям охотница прям вот что она натворила у меня даже с руки выдернула игрушку а это кошечка очень скромная ее звать шпуня вот она очень красиво такого трехцветного окраса очень девочка скромненькая очень аккуратная миниатюрная девочка я еще со всех сторон вам сниму вот посмотрите ну какой окрас у нее белые лапки тут какие-то бежевые пятнышки и серенькие пятнышки то есть она не черно-рыжая она персиково-серая вот такой у нее окрас трехцветный очень красивая девочка и что самое главное она по характеру для спокойных людей то есть если человек активный любит чтобы коты вот такие бесились как например тори нашего дымчатая которая все пытается у меня вырвать вот эту штучку из руки то эта девочка шпунь она у нас очень спокойная и его требуется человек который будет ее носить к офтальмологу сводит полетит ее глазку капельки какие-то купить нужно будет скорее всего то есть возможно это какая-то операция то есть есть такая проблема со слезными железами там требуется операция такое тоже делать то это не особо дорого но если что мы конечно посодействуем финансово потому что я понимаю что сейчас такое время что у людей как бы нет много денег на животных да и вообще их нет вот у нас например сейчас очень такая критическая ситуация у нас бывает корма не хватает но мы пока не попрошай ничем конечно мы стараемся сами выкручиваться вот на ю тубе делаем ролики у нас монетизированный канал и благодаря этой монетизации мы зарабатываем денежку на корм поэтому смотрите рекламу в роликах это у нас кошечка бия кошечку мы забрали с алтая она хищница по характеру очень очень такая хищница себя на в обиду не даст если вот у нас шпуни она никогда на других кошек не будет ругаться царапаться мяукать шипеть тут эта красотка будет то есть она ой тори вот она тори 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 поймала молодец поймала вот она девочка молодец вот а ты малочка это наш мало тоже поймала все они короче говоря здесь собрались котики наши сегодня мы рассказываем вам про тори которая вот вот эта дымчатая девочка у нее вот такой темно-дымчатый окрас есть дымка у нее светло-дымчатая история вот видно да что немножко не отличаются где вот эти дымчатые мало у нас котик он тоже хищник но он прям кот кот у него тоже кстати проблема с глазкой когда он был маленьким котенком глаз очень сильно болел мы кое-как в принципе его спасли поэтому от глаз у него конечно малочка страдает но так краткий обзор о других котах но в основном у нас сегодня рассказ идет о шпуне итак шпунь у нас еще дом это такая пепельного окраса персикового пепельного окраса кошечка это котенок ей примерно 4-5 месяцев возможно 6 просто за плохого питания она плохо росла если вы возьмете мы обязательно вам дадим краткую рекомендацию а может быть не совсем кратку о том чем и как кормить кормить кошек нужно сухим кормом ни в коем случае не давать курицу поскольку нынешняя курица это аллергенный продукт в основном выращен на гормонах поэтому ну кошкам такая еда нежелательно не для кого не секрет что наше мясо оно как бы ну не соответствует скажем так хорошему питанию но нельзя назвать что мясо это хорошее питание но в данный момент хорошее питание это наверное корм поскольку он наиболее сбалансирован для животных и если мы не можем животное правильно кормить то сбалансировано то нужно кормить их корму сухим в данном случае у нас утроял канин китин и формина мать из для кастрированных котов то есть вот для таких малышей например вот для таких это у нас кто это я даже не знаю кто это это в общем девочка у нас девочка да это у нас девочка вот для таких маленьких все можно использовать кити но принципе нас кошек то много видите да и у нас они все поэтому едят как бы формина мать из для кастрированных но у нас нет просто возможности отдельно дату держать чашки потому что если мы чашки отдельно будем ставить все равно не будьте есть один и тот же корм вот мы сейчас рассказываем вам про нашу шпуню шпуня котенок очень хочет и дома вот по сравнению с большим котиком вот котику год видите до размер шпуня примерно 45 месяцев точного возраста не знаю потому что котенок был спас спасен с неблагополучной квартиры и поэтому мы не имеем представления даже о возрасте животных поскольку содержались они плохо кормились пенсионерки денег нет она просто любит животных но странной такой любовью как бы мало того что набрала животных они у нее еще и наплодились все были больные все были с блохами короче хламидиоз был который мы лечили хламидиоз глаз следят за перышком поэтому возможно ей и 7 месяцев если честно вот котик которого мы кормили даже у нас с маленького котеночка рос был найден на улице василек ну вот нами откормлено вот ему 8 месяцев ну то есть это можно сказать да что смотрите какой код то есть если мы набираем животных то мы их и корме мы прекрасно понимаем что это удовольствие не дешевая поэтому когда заводите животное понимаете что вам потребуется ходить в клинику также вам потребуется делать ежегодную вакцинацию также потребуется тратиться на стерилизацию на наполнитель на хорошие корма потому что мы например дешевый корма не покупаем у нас приюту ой котики подрались только хорошие корма поэтому и вам советуем покупать только хороший качественный профессиональный корма для животных дешевый корма ну к сожалению не особо они полезны вот так же нужно давать витаминки чтобы у кошки постоянно была водичка в чашке вот твой поселек поймал а наша шпуня очень скромная девочка вот она ждет мам и пап хочет переехать домой в квартиру сетками на окнах сетки на окнах обязательно поскольку нам звонят каждый день люди находят наш номер в интернете просят помочь спасти вылечить прооперировать животных которые выпали с окон по их вине потому что не стояла сетки антикошка но к сожалению мы не можем всех животных лечить потому что ну мы не имеем таких финансовых возможностей на самом деле это очень дорого и звонков очень много животных падает очень много поэтому отдаем мы животных только в квартиру сетками на окнах антикошка антикошку можно установить любой фирме где изготавливают москитные сетки просто просто набираете антикошка новосибирск поскольку мы находимся в новосибирске пристраиваем новосибирск от берск искитим краснообск этих животных возможно привести болотное в черепаново но это уже на рассмотрение в основном конечно новосибирске пристраиваем то есть и сетки антикошки можно позвонить фирму и заказать новосибирске антикошка новосибирск антикошка nsk то есть вот поисковике вам куча фирм вывалится сразу же вы можете в любой этой фирме заказать сетку чтобы ваше животное никогда не выпало с окна мы заканчиваем наш ролик потому что я наговорила уже 13 минут показала вам не только шпуню вот эту вот который у нас еще дом также показала вам василька также вам показала кошечка бия кошечки бия около года васильку тоже около года также у нас тори была кошечка дымчатая вот она вот она как раз тори вот посмотрите что творят ох зайка поймал вот давайте мы про тори вот вам покажем вот она тори 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 и он уже все по обдергали потому что они подрались с котиками вот и еще у нас был котик мало он кстати вот меня держит за рубашку зацепился за меня и хочет поймать перышко малочка вот давай-ка отпусти пожалуйста меня мало вот видите у него глазик больной право глазик получается от у него тоже он связица постоянно мы вообще его кое-как спасли вот малочка мало тори шпуня василек и бия вот пожалуйста присмотритесь но поскольку у нас пока есть фотографии только вот этой кошечки шпуни поэтому видеоролик мы конечно прикрепим к этому объявлению прошло не ну между делом конечно при пиарили остальных котиков кошечек надеюсь вы запомнили если вам кто-то понравится пожалуйста присылайте скриншоты на наш телефон который будет указан под роликом для ватсап тогда можно писать только ватсап либо звоните если в новосибирске конкретно по имени называете питомцы мы обязательно вам привезем на испытательный срок есть испытательный срок а около недельки те кошечки нас ходят в лоток вот у нас лотки вот такие вот древесный наполнитель везде у нас вот такой древесный наполнитель и все входит такой наполнитель вот поэтому есть еще куча красивых котов но сегодня он у нас вот эти красавцы на пристрой и конечно же тори ну тори вообще прям хищница поэтому звоните будем очень ждать ваших звоночков всем пока пока